Фантастическая природа и богатые леса – то, чем по праву гордится Беларусь. Не зря на такую маленькую нашу страну в разных ее уголках приходится более 70 экотроп. Некоторые из них весьма популярны, но не всем известно, что всего в 48 километрах от Минска есть потрясающее место – Святые Креницы, в котором вполне можно было бы снять масштабный фильм-фэнтези. Пейзажи здесь настолько сказочно красивы, что весной 2008 года оно получило важный статус, объявлено гидрологическим памятником природы республиканского значения. Изначально здесь была просто площадка, где из-под земли выходили струйки воды. И для того, чтобы как-то была возможность людям увидеть и ближе как-то прикоснуться к природе, сделали вот такие замечательные мосты, чтобы можно было, не травмируя то, что у нас здесь создано природой, наблюдать. Если бы не деревянный настил, уверяет Людмила, то увидеть всю эту красоту было бы практически невозможно. Ведь из-за особенностей местности ступать ногами просто по земле опасно. Можно провалиться по колено. И вот посмотрите, здесь как будто отдавая дань самому этому месту, ну, народ считает, что это святое какое-то место. Приходят в одну такую маленькую речушку все родники. Сейчас место принадлежит Красносельскому лесничеству, которое присматривает за порядком на тропе. Здесь запрещено разводить костры, устанавливать палатки, заезжать на машинах и мотоциклах, а также проводить массовые мероприятия. Наша задача – сохранить здесь все в предельно натуральном виде. А вот просто гулять в свое удовольствие по удобному деревянному настилу, любоваться и наблюдать за нетронутой природой можно сколько душе угодно, причем бесплатно. Эко-тропа была проложена для удобного прохода к родникам. Родники уникальны тем, что стекают с самого верха горы. На родниковых ручьях образовались небольшие водопады. Вода в источниках не замерзает даже зимой. Очень вкусная вода. Как к этому месту будешь относиться, так оно и будет тебе такую задачу отдавать. Я верю, что она святая. Название, к слову, «Святые Креницы» дано не случайно. Правда или нет, но по преданию, когда-то в старину где-то на вершине холма стояла церковь, которая ушла глубоко под землю, после чего и забили Креницы. Она очень вкусная. Она чистая, сладкая. И я советую всем приехать сюда и попробовать эту воду. Ничем не отличается от березового сока. Всего здесь 14 источников. Они стекают в журчащие ручьи и вливаются в небольшую речку Удру, которая затем впадает в Балтийское море. Атмосфера на тропе таинственная. Ее чувствуешь с первых же шагов. Заросшие мхум камни, поваленные стволы деревьев, торчащие из земли причудливые коряги. И кругом журчание воды, скрип сосен, голоса птиц, словно волшебный лес из детской сказки.